События, о которых я хотел бы рассказать, произошли почти два года назад, с октября 2021-го. Тогда уже второй год мировой жизненный уклад был нарушен нелепой стихией. Борьба с ней только набирала силу. Тогда же, как и сейчас, я был активным участником противодействия. Сразу небольшое отступление, так как тема весьма болезненная и до сих пор актуальная. Мало того, идет новая волна зачистки, вероятно, перед следующей атакой. Думаю, поэтому удалили мой весенний стрим за двадцатый год, в мае уже этого года. Интересно то, что мне его уже удаляли, через месяц после проведения. Причем даже два ролика по теме «Начало глобального кошмара с января двадцатого года». Но через полгода оба вернули. Поэтому, чтобы не постигла та же участь данного выпуска, я буду стараться обходить термины, которые могут быть причиной репрессий. А вы уже постарайтесь догадаться. Да, и еще продолжение предисловия. Это будет документальная хронология, больше для меня самого. И в то же время, возможно, окажется полезной вам для возвращения к жизни очередной жертвы. Итак, начнем. 1 ноября 21 года мне позвонила племянница, дочь моего родного брата, и весьма трагично рассказала, что ее двоюродный брат, то есть сын моей сестры, уже неделю лежит в коме под аппаратом с соответствующим диагнозом. Ситуация сложилась так, что городскими из ближайших родственников. Остались только я и племянник. Моя сестра и ее муж трагично скончались еще много лет тому назад, и племянник остался жить один в квартире. Брат более 20 лет назад продал квартиру в городе и переехал всей семьей в деревню, да и все остальные родственники жили в ближайших деревнях. Поэтому, если с ними что-либо случалось и кого-то ложили в какую-либо больницу города, то тут же обращались ко мне, за содействием. Ну, и я их привозил, увозил, доставлял лекарства, продукты и все необходимое. Естественно, ко мне и обратились. Я сразу же позвонил в реанимацию, где лежал племянник, и узнал обстановку. Дежурный товарищ в халате мне подтвердил тяжелое состояние пациента, подчеркивая, что оно почти безнадежное. Но пока все под контролем. Когда же я спросил, о чем-либо необходимом, он перечислил варианты. Нужно было одно лекарство, влажные салфетки, памперсы, вода, жидкость для протирки тела. Как он мне сказал, следует смешать литр какого-либо шампуня и литр водки. В процессе разговора я не один раз спросил, нужен ли рецепт для лекарства. И он утвердительно отвечал, что нет. На следующий день пошел в аптеку за всем необходимым. Выяснилось, что для этого лекарства все-таки нужен рецепт. И пришлось и бумажку организовать. Уже 3 ноября я отвез два полных пакета с необходимым приемное отделение. К вечеру позвонил им, и они подтвердили, что уже все получили и используют. В течение недели то ли я, то ли родственники названивали дежурным в реанимацию и справлялись со состоянием, которое никак не менялось. В этом положении меня сильно волновала ситуация моей безнадежности. Уже тогда, в 20-м и 21-м году, как я, так и команда Валентина Дондорфа, те, кто в теме, его знают, создали различное оборудование, которое эффективно помогает против той заразы и многих поднимает на ноги. У нас был уже огромный опыт борьбы с напастью, о чем я подробно рассказывал и описывал в своих роликах на канале в то же время. А тут ближайший родственник проскочил мимо в самое логово, куда никак не добраться. Еще я, конечно, был в курсе, что дочь Валентина работает в той же больнице, но в другом отделении. И я 3-м ноября тут же позвонил ему и обрисовал обстановку. Понятное дело, если бы племянник находился в доступной палате, а не реанимации, то можно было бы ему передать комбиозонатор. Ну, там же вообще закрытая зона. Поэтому, хоть понимал всю бессмысленность, тем не менее попытался переговорить с дежурным о том, что если как-то добраться до родственника или посодействовать, то у меня есть возможность привести его в чувство. Естественно, мне ответили, что они сами с усами, у них все необходимое имеется, и, конечно, у них все под контролем. Вот только еще расходников привезите. Понятно, на другой неделе я еще привез. Так как ситуация не давала покоя, на второй неделе я попытался поговорить с другим дежурным, но услышал ту же песню. Все родственники находились в напряженно-печальном состоянии, постоянно созванивались друг с другом и справлялись в реанимации с надеждой на улучшение. Нам же регулярно выдавали один и тот же диагноз о полной безнадеге и прозрачно намекали, что следует готовиться к исходу. Пошла третья неделя ожидания, а для племянника в состоянии овощи уже четвертая. Но у меня все, так сказать, чесались руки, чтобы ими все-таки дотянуться до родственника. Дело в том, что те, кто меня знает, в теме о некоторых моих способностях. И что я в 1992 году закончил курсы по биоэнергетике и с тех пор бесплатно практиковал энергодиагностику и коррекцию пациентов. Правда, последние 10 лет этим занимаюсь очень редко, особенно после того, как создал свой вариант энергопосоха. К тому же, кроме контактной диагностики, когда пациент находится рядом, экспериментировал с дистанционным вариантом, когда испытуемый находился на расстоянии десятки и сотни километров. Эксперименты были успешными, но таким способом пользовался редко, так как тратилось много энергии и было тяжелее контролировать процесс. А терять контроль ни в коем случае нельзя, иначе могут быть проблемы как для пациента, так и для меня. Поэтому, имея некоторый опыт, я стал задумываться о дистанционном воздействии при помощи посоха на состояние племянника. Опять же, общие опыты с посохом на подобное я уже проводил, и у меня на канале были доступны ролики с такими экспериментами для посетителей канала. Причем, по многочисленным отзывам, в большинстве они были успешными. Кстати, на сегодня они актуальны. И все бы хорошо. Но есть нюанс. По одному из главных законов космоса, действовать энергетически на кого бы то ни было следует только с его добровольного согласия. Если быть пунктуальнее, то пациент сам должен попросить об сеансе энерготерапии. Мои эксперименты по дистанционному действию энергопосоха подчинены этому закону, так как я предупредил об особенностях, и посетитель канала имел свой добровольный выбор. Кстати, применение этого закона вы часто встречаете. Именно согласно ему вас заставляет добровольно участвовать в самых бессмысленных выборах, особенно конституционных. Хотя вы все понимаете, что реального выбора никакого-то нет, вас как стадо загоняют в участки под самыми различными предлогами, а уже там вы добровольно ставите свою подпись в бюллетне, подтверждая, что безнадежно больны, и все свои права отдаете тем, кто вас туда загнал. И уже не имея значения, какие конечные цифры вам подсунут под нос, вы добровольно пришли с собственными ногами и поставили подпись с собственной рукой. Такой вид добровольного принуждения столетиями используют паразитарии. Везде и всюду вам навязывают некие условия и рамки, чтобы вы снова и снова добровольно участвовали в собственной экзекуции. Особо яркий пример таких манипуляций показан в легендарном и мною обожаемом фильме «Киндзадза», где самой главной линией смысла является навязывание добровольного выбора. Вспомните самое начало. И множество других сцен с муками этого выбора. Напомню, что фильм начали снимать еще в годы застоя. И Георгий Данелия, и те, кто делали фильм, понимали главную истину. Именно все так сегодня и происходит. Этому диску уже 22 года, и я с ним не расстаюсь. Так вот, чему я веду? Если нарушить этот закон, то нарушитель будет наказан. Не спрашивайте, каким образом подобное происходит. Поэтому пытаетесь ли вы провести некие действия во благо или во зло, но если не было на то желания или согласия, получите ответку. И от этого никуда не спрячешься и ничем не замолишь. Те, кто думает, что можно соломку постелить, сильно ошибаются. Ну, и вы понимаете, что племянник меня не сможет никак не попросить, не дать разрешения. А тут уже почти месяц он лежит без сознания. И мне что-то подсказывает еще немного, и произойдет неотвратимое. В общем, я решился провести дистанционный сеанс. Порылся в пачках фотографий и нашел более-менее подходящую в детстве. Так как была групповая, то вырезал остальных, прикрепил скрепкой фотку к верхней части посоха, а точнее колонны, которые у меня уже было пару лет. Включил еще один посох и направил энергию на племянника с установкой на его пробуждение. Потом повторил то же самое на следующую ночь. И уже днем мне позвонила племянница и радостно сообщает, что звонила в реанимацию. Ей сказали, что брат пришел в сознание. И если будет все стабильно, то на следующий день его переведут в обычную палату. До этого мы все созвонились по мобильникам. Но когда появилась возможность обращаться с больным, а первое время ему было трудно разговаривать, то мы состыковались уже по вайберу. И с этого момента у меня появилась возможность вам детально разложить дальнейшие действия. Самое начало хронологии получилось 3 ноября. Здесь я звоню Дондорфу, Валентину, чтобы выяснить ситуацию по больнице через его дочь. И что можно предпринять. Это я для того, чтобы привязать и показать. Вот как рецепт врача, когда мне его выписали 0.3.11. Я тут же приобрел необходимое и уже передал в больницу. А здесь у нас начало переписки с моей племянницей. Мы решили уже тогда, когда племянник очнулся, вот 27 ноября состыковаться, чтобы в дальнейшем уже общаться больше по вайберу. И вот она сообщает 1 декабря, что успела с ним уже пообщаться. Я сперва не понял как, потому что я ему пытался дозвониться, не получалось. И вот она пишет, что в смс вайбере и пыталась с ним разговаривать. Но, естественно, разговаривать ему было тяжело. Вот его первая фотография, которую он тут же сделал. Ей отправил его состояние. То есть в горле катетерс. Здесь кислород поступает в нос. Ну, я ей сообщаю, что вот хочу озонатор передать как раз ему. И вот то, что дочь Валентина там работает. Вероятно, что через нее. Тут она еще сообщает, что дядю там в больницу кладут. И что, типа, чтобы тетя обратилась ко мне, но так и не обращалась. Все-таки многие не доверяют тому, что я делаю. Это понятно. Никто их не принуждает. И вот я сообщаю ей, что я уже переговорил с племянником. Говорит, что благодарным. Вот 3 декабря второго я отвез. Первого пообщался, договорились. Второго я отвез. И третьего ей уже сообщаю, что довольно серьезный эффект. И он этим уже пользуется. Тут 7 декабря. То, что мы общаемся постоянно. Тут она тоже что-то пишет. Здесь я уже с племянником общаюсь. Вот 1 декабря мы с ним состыковались. Тут я ему кидаю ссылки, чтобы он ознакомился, как пользоваться озонатором. Так как мы договорились, что я ему его передам. 2 декабря он мне вопросы задает с утра. И мы тут выясняем, как нам лучше передать напрямую ему передачу. И чтобы вот этот озонатор замаскировать так, чтобы не придрались. Потому что если его только передавать, естественно, как-то могут придраться что-то такое. И вот тут я объясняю, что для маскировки, чего тут ему надо, может передать. И вот 2 декабря я Валентину уже сообщаю, что все, отвез. Вот это вечером. Он, естественно, в восторге. Вот 2 декабря все наводящие вопросы. Он мне тут сообщает, куда передать. И вот в 17.20 я ему уже даю сообщение, что уже отправил. В 17.00 до 19.00 у них там прием. В 17.00 я уже передал. И после 8.00 вечера вот мне передает, что уже получил. Тут я ему позвонил и, конечно, объяснил, что, чего и как. Тут уже уточнения идут опять. Вот продолжение. Да, так как проблема с тем, что его кровать прямо стоит напротив двери, а двери стеклянные. И там дежурный сидит и видит, чем он может заниматься. Поэтому пришлось ему под одеялом дышать. Вот 3 декабря я уже спрашиваю его состояние. И он мне объясняет, что, чего и как произошло. Действие, конечно, было сильнейшим. Сразу вот такие мощные изменения. Буквально с первого раза. И вот три раза он обещался подышать. Тут про глаза спрашивает, так как все-таки у него там что-то еще с глазами. И суставы. Так как долго лежал, все-таки это тоже дал на суставы. Я ему тут объясняю, что у меня на канале много чего есть. И вот даю ссылку ему на то экспериментальное видео, где идет дистанционное воздействие на желающих. И вот я ему рассказываю, наконец, что когда он перед тем, как очнулся, я включал посохи для того, чтобы он пришел в себя. И еще вот третьего числа я ему поставил опять. Для того, чтобы помочь восстановлению. Он спрашивает, что должен ощущать. Естественно, я ему говорю, не обозначаю точное время, чтобы он не знал, когда и что происходит. Ну, для чистоты эксперимента. Я ему тут напоминаю, что вот если бы он обратился сразу ко мне, то не было проблем таких с тем, что сейчас происходит. Так как и у моего брата, и у племянницы, его двоюродной сестры, все-то имеется. А они часто общались, и он, естественно, был в курсе, что там есть и посох, и плоские, и различные гибриды, и все остальное. И что брат, и что племянница этим пользовались, и им очень сильно это все помогало. Но он просто забыл про это. Тут про врачей. То, что они ему так и не объяснили, что же произошло, и что происходило, в принципе. Все молчком. Я ему объясняю, что он месяц лежал бревном. Он даже сам не понимает, как это так. Вот, рассказывает, я прибыл 25-го, 10-го. А что 25-го, 10-го произошло? Он перед этим уже неделю болел. Пытался сам чем-то лечиться. Какой-то химией, соответственно, что-то принимал. Ему все хуже и хуже становилось. Легкие уже совсем отказывали. Вызвал скорую. Ну, и скорая, естественно, его быстренько загребла. И вот отвезла. Куда обычно они отвозят. А он же не в курсе был, что как. Долго, недолго, как. Думал, просто положат, и все. И так нет же. Его тот же в кому, и все. И в отключку. Поэтому он не смог ни нам ничего сообщить. И там у него квартирант. Он тоже такой тормознутый, не понял, что надо делать. Неделю вот так вот протянул, пока уже не позвонил родственникам. И уже тогда выяснилось, где он и что он. И вот 25-го, 10-го его ввели в кому. А где-то ровно через месяц, как получилось, что я вот при помощи посохов его все-таки сумел пробудить. И как раз вот он уже через неделю, 3-го числа, уже в сознании, находясь. Сперва пару дней был в реанимации, потом перевели вот уже в палату, где дали ему и мобилку, и вещи, так как в реанимации все забирается. И вот тут вот мы с ним общаемся. Я ему объясняю, что я вот несколько раз приезжал, когда он совсем был в состоянии бревна. И вот он даже удивлен, что оказывается его ввели в комнату. Он считал, что у него клиническая смерть. Ну и все такое. Ну я ему рассказываю, что мы тут, все родственники звонили каждый день в реанимацию, спрашивали, что и как. Ну это уже детали, об этом я рассказывал. Опять же созваниваемся, опять же переписываемся. Вот он тут мне сообщает дальше, что и как происходит. Вот насчет насморка и всего остального. Да, вот то, что мешает ему эти трубки. Я уточняю, что и как дышать. И вот он мне присылает очередную фотку его состояния. 4 декабря опять очередная процедура с азонатором. Вот тут он подробно расписывает все. 5 декабря опять вот объяснение, что, чего и как, и какие улучшения сразу идут. Я тут уточняю места, что и чего он делает. Так как можно применять и на пролежние, и на голову, если уж не мылся долго, чтобы не было всякой заразы. Опять все, тут объясняемся 5 декабря. Я говорю про персонал, что надо уже потихонечку отсюда, раз пришел в себя, надо делать ноги как можно быстрее. Потому что явно они тут не лечат. Опять же, дальше тут общаемся. 5, 6, 7. Все, процесс идет. Вот, Валентину сообщаю в очередной раз. Ну, мы там общались, и вот тоже. Это вот мой брат, то, что он живет, как я уже говорил, в Комаровке. Ну, и он... Как раз мы когда общались в очередной раз насчет племянника, вот он рассказывал, что те, которые ширнулись, очень большой процент. Ну, естественно, я его отговорил все время, еще за полгода до этого. Конечно, он никуда не лез. А так как у него и посох, и все остальное, то у него все проходило очень хорошо. Тут 6 декабря, вот опять же, тоже сообщаю Валентину новость. Дальше с племянницей тут заводим разговоры. Тут она нахваливает. Я объясняю, что мы уже тут тысячами народ поднимаем. И если бы племянник обратился ко мне сразу, зная, причем, что другие родственники этим пользуются, и все в порядке, то этого кошмара не было. Ну, тут она рассказывает, что вот как раз она тоже пользовалась плоским тором, так как у него были проблемы. И вот опять же, тоже со своим ребенком занималась, и вот рассказывала, что все хорошо. Я, правда, объясняю, что то, что у нее, и то, что сейчас у племянника, это совсем разные вещи, хотя общая тоже есть, вихревая медицина. Опять с племянником седьмого. Вот он тут рассказывает результаты какие, довольно положительные. Опять же, он же все-таки лежит, ему уж не дают вставать, а тело абсолютно атрофированное. Любого здорового человека положи абсолютно здорового на месяц, и все, и он овощ. Его уже надо под ручку водить. А тут вообще, вот он тут пытается как-то вставать, что-то двигаться, шевелиться. Это все очень тяжело. Ну, я тут спрашиваю, конечно, мне же интересно знать, как там врачи реагируют на это все. Почему-то он вдруг так весело стал приходить в себя, хотя его давно списали. И вот с реанимацией тот, который его досматривал, что-то смутило. Ну, когда он говорил, что да, все очень плохо, все безнадежно, и готовьтесь к исходу. А тут вот, пожалуйста, ЛФК уже во всем. Ну, я тут шучу, что он как космонавт, то, что космонавты на орбите, когда месяц, два, три проводят, их потом тоже надо обучать ходить и двигаться. Ясельки, ходунки, вот все, полный набор. И опять же, я ему напоминаю в очередной раз, чтобы он оттуда постарался свалить. Вот 8 декабря, ЛФК, аппетит у него хороший. Про лекарства спрашиваю, так как все-таки всю эту химию надо вообще исключать. Ну, и вот тут объясняем. Ну, вот в зонаторе сел аккумулятор, вот он тут спрашивает, хотя что взял и зарядил. Уже 9 декабря, какое состояние, что происходит. Я все про то, что подтуда валил. Ну, а тут его пытается как-то растренировать. Вот 10 декабря, переводят уже в палату уже, так как нечего ему там было делать вообще. И опять с поста его где-то видно. И все тренировки. Здесь уже 11, 12. Тут я ему как раз скидываю свою инструкцию, которую только сделал. Тут стыкуемся. Вот, перевели к здоровым. Первые 350 шагов. Представляете? Человеку под 40. Был все в порядке, все нормально. А тут учится ходить, как ребенок. Вот, перевели. Тут 23 декабря. Это уже я опять с племянницей беседую. Тут она просит аппарат сделать. То есть гибрид. Я как раз тогда наладил выпуск своих гибридов. Вот уже с автономным питанием. И как раз вот обещал ей. И тут вот говорю, что доделаю скоро. И тут, нате вам, 26 декабря его вдруг переводят в реанимацию. Ну, я в шоке. Все в шоке. Там все родственники на ушах. Что же случилось? Все было в порядке. Все отлично. Шел на поправку. А тут раз и вдруг в реанимацию. Она пишет, что в 17.00 он написал. И уже дальше с ним связь оборвалась. Вот 13-го я тут с ним общаюсь еще. 15-го. Как, что, чего. Все отлично продвигается. 16-е. Все нормально. Это я тут Валентину кое-что сбросил. То, что уже перевели племянника в очередную палату. И вот я тут с племянником 16-го. То, что общаюсь. Вот все тут вроде все в порядке. Только вот выписывайся и все. Вот 8 кругов целых на ходунках. Представляете? Мужик 40-летний на ходунках. Ужас. Как могут эти коновалы довести человека? И вот тут тоже общие дела. Опять же 16-е. Вот он вот. Опять дальше общаемся. 17-е. 20-е. Вроде все в порядке. Все отлично. Все хорошо. Я тут посохом балуюсь. В его сторону. Тут он мне сообщает, что и как после посоха происходит. То есть я ему не говорю, конечно, по время. Но просто говорю, что вот буду делать. А ты имей в виду. Когда что. И вот он как. Появилась бодрость. С заряженным чувствую. Не зараженным, а заряженным. Ну и вот оно, да, совпадает по времени, когда я это делал. Энергия горы свернуть. То есть довольно эффект был сильный. Сообщает, что должны перевести. Вот 21-го. Он сообщает, что вот его готовят. Уже прям вот-вот-вот. Анализы хорошие. Ну, мелочевка какая-то, естественно. Все-таки в таком тяжелом состоянии. 22-е декабря. Тут опять общаемся. Вот опять 22-е декабря. Тут 23-е. Опять я говорю про посох, что буду ставить и действовать. Тут на него аж перебил ему сон. Потому что делал ночью. Вот 23-е. Тут я ему сообщаю, что давай, вали. Я приеду, заберу. Только давай. Ну, плохо ходишь, расходишься. Никуда не денешься. Ну, полтора месяца без движения. Опять же ему сообщаю, что посохи ставлю. И оказывается, я тут попал в промежуток, когда он готовился. И вот 26-е декабря. Тут вот 23-е все мне сообщает. 26-го. Я уже стучусь, потому что мне сообщили, что что-то не то. Никто не отвечает. 27-е никто не отвечает. 28-го. И вот он. Меня из-за ухудшения легких отправили в реанимацию. И вот он с ним, он говорит. А я успел, естественно, вчера, то есть 27-го, позвонить в реанимацию. Выяснить, что же там такое произошло. А мне сказали, что вот его буквально полдня подержали и вернули назад. Потому что ему там делать нечего. А что произошло? Вот ему только отдали вещи. Поэтому он не мог, конечно, как-то с нами общаться. Тут я с племянницей его 26-го. Сама не знаю. Я ему сегодня писал. 26-го. Вот опять как в воду глядел. Говорю, что вот лучше бы он сваливал. А то что-то может произойти. Говорю, что вот тут должны быть в реабилитацию перевезти. А тут на тебе в реанимацию. Может перепутали слова. И 27-го. Я сообщаю, что его вернули. Оказали, что не нуждается. И вот она тут. Родственники в истерике. Там уже сообщают друг другу. Странно это все. Опять с племянником кашель кноем. Я ему опять установку делаю. Случайно не туда пишет. Обычно, знаете, как в Вайбере кому-то пишешь. Потом переключаешься. Иногда забываешь. Вот тут понаписывал. Понятно, что это не мне было. Так вот, что выясняется. После того, как его осмотрели при помощи камеры. Это было 23-го, 24-го. И мы ввели камеру, чтобы посмотреть состояние бронхов и легких. И когда вводили, видать, вот этот гной, который шел с горла. Так как муж порезали горло и ставили трубку. Поэтому там эти коновалы довели уже его за полтора месяца. Так что он там уже и зашелся весь. И вот при помощи озонатора очищалось. И когда вводили камеру, видать, инфекцию эту прямо в легкие туда и зафигачили. То есть, там и так состояние тяжелое у пациента. Ему и так все тяжело. Только сам процесс восстановления идет. Еле-еле живой. А тут раз, и ему бактерии прямо в легкие ввели. И, возможно, даже, может, и повредили, что поэтому так пошла бурная реакция. Там же идеальное место для бактерий. Особенно таких гнойных. И пошла опухоль, соответственно. Организм отреагировал резко. Они смотрят по анализам, что совсем что-то все плохо резко стало. И вот испугались и закинули его в реанимацию. А в реанимацию уже нормально на трезвую голову посмотрели. Видят, что там ничего ихнего для них нет. И пульнули назад. Вот вместо одной болезни получилось уже две. Надо лечить. Потому что одна зараза – это одна. А другая зараза – это уже другое. И лечится по-разному. Но так как есть озонатор, это все облегчило. Вот тут он мне сообщает, что и как. Мы тут постоянно стыкуемся. Так как добавилась еще проблема, вот уже две проблемы решаем. Опять ему бронхоскопию. Я ему интенсивно тут делаю энерготерапию дистанционную. Уже вот 29-е, 31-е декабря. Я все о том, что насчет выписки как. Уже Новый год, а он все там торчит. Уже больше двух месяцев получается. Но все никак. 2-го января тут стыкуемся. Тут он рассказывает, что и как. Я же ему объясняю, что ввали, пока еще что-нибудь не придумали. Вот 2-го января, 4-го января. Тут я ему объясняю, что так как все-таки у него проблема уже получается, еще и бактериоз, то вот чтобы дополнительно клал на грудь озонатор, так как там все-таки вихревая энергия идет. 5-ое, 7-ое января, все время идет, его никак ничего, все лечат, лечат. И вот 7-го января перевозят уже в другую больницу на реабилитацию. То есть там типа тренажеры и всякая другая техника. А там ему в инфекционке уже делать нечего, так как все с этим в порядке. Тут я выясняю, что и как, для того, чтобы еще привезти ему и гибрид. Так как я их сделал несколько, вот родственницы отдал и ему. Вот тут он про тренировки все. 7-ое, 8-ое. Тут опять что-то. Рассказываем друг другу 11 января. Про снимки какие-то. Иногда откашливаю, что там. Тут текущие дела всякие. Тут рассказываем, что тут друг другу. Тут выясняем, что чего и как, как посылку, куда что передать. Тут вот раз надо съездить к нему, то я вот спрашиваю его, что ему там вкусненького. Вот он рекомендует, что ему хочется. Конечно, человек соскучился по еде нормальной. И вот я тут выясняю, что и как. Вот привез. И вот с 18-го его уже опять в другую больницу уже переводят. В общем, как мячик шныряет туда-сюда. Какое-то отделение. Там, так как надо все-таки ему что-то сделать. Какую-то процедуру хитрую. Из-за того, что все-таки вот произошло такое по вине садистов. И тут я ему объясняю. Вот я ему передал уже этот гибрид беспроводной. И объясняю, как, что, чего им пользоваться. 19 января. Что, чего и как. Что, куда прикладывает. Так как у него все-таки из-за всего этого еще и мышцы, и суставы, и все остальное. Что, опять переводят в следующую больницу на очередную реабилитацию. Вот такую. Никак от него не хотят избавляться. Ну, а как так? Нет, чтобы спокойно помереть. Нет, чтобы взял тихонечко и помер. Так нет же вот. Давайте поиздеваемся раз так. 27 января. Три месяца. Три месяца человека мучают. Во, попал. Жив по-тиху, что слышно. Вот 4 февраля. Пять с очередной больницы. Я тут уже про эту банду говорю, потому что уже терпения и слов не хватает. Опять еще про 10 дней что-то. Клапан слегка. Вот они ему там и делали, чтобы это облегчить с этим бактериозом. Тут я ему все ною, что давай, давай. Вот теперь без ходунков. Наконец-то без ходунков. 18, 21. И 18 сообщает, что наконец он дома. Фактически 4 месяца почти. Я тут его поздравляю, что избавился от этих коновалов. Конечно, тяжело сидеть, все время лежать или пытается ходить в ходунках. И вишенка на торте. Что происходит? Вот он на самоизоляции почему-то. Ну, спрашивает, как мне отдать прибор, который я ему пересылал. Так как вроде как все почти закончилось. Ну и рассказывает, что он на самоизоляции. Вот так и так, пока никак. А почему? А потому, что тест был положительный при выписке. То есть, что жертву утащили 25, 10, 21 года по диагнозу определенному. И по тому же диагнозу выписали через 4 месяца. Вот такая медицина. А так как он последнее время больше там реабилитировался, а не занимался зонатором, то получилось так, что все-таки хватанул. Если бы все время дышал каждый день, то вот этого не было. Но факт то, что вот пуляли-пуляли его туда-сюда и допуляли. Теперь подведем итог. Глядя со стороны. Фактически почти 4 месяца. Жертву крутили, как хотели, десятки единиц медперсонала. Множество дорогого оборудования, помещения, койка-места, килограммы и литры всякой химической субстанции, сомнительного происхождения, кислород, гигиена, обеспечение едой, огромные финансовые потоки. Причем, как я знаю, и по наблюдениям, и по откровениям этих деятелей, племянник не должен был быть на этом свете. Его готовили к утилизации. И чтобы не выглядело так откровенно, да и вся цепочка могла получить свой кусок хлеба, сверху создают методички, в которых строго описаны все танцы с бубнами. И, конечно, все рядовые исполнители должным образом выполняют ритуал, даже если понимают весь маразм и преступность содеянного. Но что-то пошло не так. И голодные детки остались без сладкой конфетки. Лично я более 30 лет не обращаюсь к бизнес-мафии. Хотя до того было очень много серьезных проблем со здоровьем, пока был в их лапах. На протяжении этого времени забочусь о себе сам. У мафии в халатах только один интерес к клиенту удержать как можно дольше на привязи полуменяемом состоянии. У меня за последние 30 лет было только несколько шоферских комиссий и пару сдач анализов. Но никакой аптечной травы я никогда не принимал. И, конечно, за услугами бандерлогов не обращался. Кстати, намордник тоже никогда не надевал. И теперь, по сравнению с большинством окружающих среднего возраста и старше, вероятно, самый здоровый. Хотя с возрастом все же понимают, что здоровье только ухудшается. У меня же все наоборот. В результате их бизнес недополучил приличную прибыль, так как до осознания происходящего у меня был целый букет сложных проблем со здоровьем, который мог обеспечить их благополучие. Ну и теперь решите для себя. Если бы процентов 30-50 населения начали думать и действовать, то самая мощная теневая организация обанкротилась бы и закрылась. Но на сегодня вашим здоровьем безнаказанно манипулируют всякие швабры и гейсы, которые из мирового стада готовят послушную биомассу в ограниченном составе. Для себя я давно вывел аксиому по поводу бизнес-мединдустрии. Возьмем, допустим, хирургию. 80-90% случаев хирургические операции совершенно не нужны. Их делают только потому, что существует договорняк нелюдей, которых научили резать всех подряд. И они тоже хотят кушать, но не тот подножный корм, который предназначен для вас. Или донтисты. Это вообще садюги высшего уровня. Еще учась в начальных классах. Но надо было обязательно проходить осмотр зубов. Уже тогда я не понимал, зачем те коновалы с буром мне пилят все подряд. У меня были нормальные зубы, и я ни на что не жаловался. Но прошли десятилетия, и именно те зубы, до которых дотянулись руки садистов, стали проблемными, которые надо было постоянно лечить и ставить пломбы. Теперь для меня уже стало понятным, что они просто напиливали себе работу на будущее. Осознав это, я перестал посещать и их. И последнее. Я вам в ролике говорил, что если действовать без согласия, то будет наказание. Своё я, конечно, получил за то, что нарушил космический закон. Но это уже другая история. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok